Всем привет, с вами Стас Быков, новая рубрика без монтажа, сегодня будет отчетное такое видео, посмотрим сколько мне удалось заработать за последний месяц и вообще реально здесь зарабатывать. И частый вопрос, вообще стоит ли начинать YouTube канал, как раз мы сегодня давайте ответим на эти вопросы и дальше вам все станет понятно. Буду рассказывать так, как будто я себя увидел там в 2014 году и что бы я хотел самому себе сказать. И очень важно понимать, что есть уже определенный опыт, то есть я веду уже несколько каналов, я себя попробовал уже как и видеоблогер, потому что снимаю влоги, снимаю какие-то полезные видеоролики, снимаю мастер-классы, это на основном обучающем канале. Опыт уже есть, как-никак 6 лет больше, чем 800 видеороликов я записал. И сегодня вот хочу сам себе подвести итоги, как здесь грамотно работать, чтобы получать деньги. В конце концов все на YouTube приходят для того, чтобы здесь получать какую-то выгоду в виде вознаграждения, потому что любой проект, если он не подкрепляется деньгами, то в конце концов он распадется. Очень важно понимать, что YouTube это работа в долгосрок. Я бы себе молодому, вот тому из 2014 года сказал, Стас, ты приходишь на YouTube и будь готов к тому, что первый год у тебя точно не будет результатов и года полтора-два ты не будешь зарабатывать нормальных денег. Вот к этому просто нужно приготовиться, это принять и понимать это. Конечно же, все зависит от успешности проекта, но мы говорим в большинстве. Когда мы не вкладываем деньги в проект, когда у нас некоммерческий проект, то, конечно же, он развивается естественным путем. И, как правило, это год, полтора-два года постоянных действий. И вот вторая моя рекомендация мне, молодому, это сделай контент-план, чтобы было понимание, что хочет видеть твоя целевая аудитория. И начинай работать без остановки. На протяжении этого времени у меня было 4 паузы. Я в то время мог себе такое позволить, потому что, если кто помнит 2014-2015 года, тогда на YouTube не было столько авторов, не было вообще бизнесов. И площадка, можно сказать, была свободна. Я тогда выгрузил 5 или 6 роликов, потом месяц, два, три я пропал с YouTube, потом еще выгрузил. И просмотры, тем не менее, шли. У меня каждые сутки было 5-10 тысяч просмотров. Потому что все было через поиск, через рекомендации. Тогда и алгоритмы по-другому работали. Но сейчас это все-таки роскошь. Вот паузы делать ни в коем случае нельзя. То есть, если мы хотим добиться успеха на YouTube, я для себя также строю новую стратегию на третий канал. Сейчас я понимаю, как это работать. И я тоже для себя должен придерживаться этих правил. И вот это правило очень важно. Это постоянство. То есть, мы видим нашу цель, мы понимаем, куда двигаемся. И теперь нам просто нужно начать движение в этом направлении. И постоянно делать контент. Вот знаете, сразу же я бы тоже себе сказал, что на протяжении этого времени очень много каналов появлялось новых. Но и очень много закрывалось. Потому что мы все люди. Кто создает контент? Конечно же, обычные люди, авторы, это живой человек, который тоже живет в обычной жизни. У которого есть свои эмоции, своя семья, свое окружение, какие-то внешние факторы. И никто не знает, что будет через два года, через три, через четыре. Через полгода даже невозможно это предсказать. Поэтому моя задача как автора – это делать постоянный контент, быть упорным и понимать то, что ты делаешь. Конечно же, то, чем я занимаюсь, мне должно это нравиться. Иначе я выдохнусь. Если я не получаю подпитки в финансовом плане, не получаю вознаграждения за свою работу, то, конечно же, у меня отпадет желание где-то через месяц, через два, через три что-либо делать в этом проекте. Потому что возврата никакого нет. Но если я уже знаю, мне человек опытный сказал, что для того, чтобы здесь добиться успеха, тебе нужно уделить год, полтора-два времени, и тогда ты будешь получать уже хоть какой-то результат. Хоть какой-то. Но вот сколько каналов я уже проанализировал, очень много за это время. Я вижу одну и ту же концепцию. То есть за месяц никто не добивается больших денег. И маленькие тоже очень сложно. Поэтому играем в долгосрок, подбираем тематики, подбираем темы, которые нам близки, анализируем аудиторию и выдаем контент. Постоянно выдаем контент. И тогда уже будут получаться результаты. Очень скоро покажу свои доходы и, конечно же, проанализируем, откуда же они берутся. А это очень важный вопрос, потому что, когда новый автор приходит на YouTube, нет понимания того, откуда берутся деньги. Конечно, здесь можно зарабатывать на рекламе, которая встраивается в видеоролики, можно зарабатывать на донатах, можно зарабатывать на партнерских программах. И все это здесь есть. Но самый стандартный, самый обычный способ, это, конечно же, монетизация вашего канала через стандартные инструменты. То есть когда реклама показывается перед, во время или просмотра вашего видеоролика. И, конечно же, есть различные инструменты, есть механизмы, как сделать так, чтобы больше зарабатывать. Но я бы рекомендовал самому себе вставлять рекламу в начале видео, вставлять рекламу в середине, и по возможности, если активность хорошая, и тема зашла, то в конце видеоролика. Таким образом, вы увеличите эффективность своих рекламных вставок, и, конечно же, будете больше зарабатывать. И тут такое дело, что когда автор больше зарабатывает, то получается так, что вы больше денег тратите на свой же канал, в свой же проект. Вот когда у меня появились первые деньги, я купил себе хороший микрофон, я купил себе веб-камеру хорошую, я купил себе монитор, другой компьютер, потому что это важно. Если мы хотим работать над качеством, то нам, конечно же, нужно закупаться оборудованием. Но когда мы только начинаем, вы посмотрите мои первые видеоролики. Я снимал там на очень дешевую зеркалку, я уже не помню даже, какая там была, 1100D Canon был, да, там было HD качество, не Full HD, а просто HD, вроде бы 30 кадров в секунду. Но тем не менее, я начал снимать, потому что я понимал, что моя главная цель была на YouTube в то время, это разобраться, как работает YouTube, потому что я с видеоконтентом до этого не сталкивался. Я SEO-специалист, занимаюсь продвижением сайтов, созданием сайтов, но видеоконтент, что-то было новое. Поэтому я поставил себе цель, можете даже этот видеоролик посмотреть, там в 2014 году, да, он вышел, что основная задача изучать, как работает YouTube и давать отчеты в виде видео, да, на своем канале. Ну и эта идея многим понравилась, начали подписываться, и я думаю, даже многие, видя меня, создавали свои YouTube-каналы, чтобы развивать свои проекты. Вот сейчас в комментариях можете также отписаться, с какого года вы начали меня смотреть. Очень интересная, я думаю, будет информация, да, будем понимать, как долго меня смотрите, и какие у вас результаты на данный момент. И вот сейчас вот анализирую себя в голове, и я бы себе молодому сказал, действительно, вот эти вещи, то есть работать без остановки, смотреть, что интересно твоей целевой аудитории, потому что это очень важно, и что я буду работать в долгосрок, результатов быстрых не будет. Вот эти три вещи, они наиболее важны, и если я их приму, то мне будет проще просто здесь работать, я не буду завышенное ожидание себе ставить и разочаровываться, потому что почему разочарование происходит, когда мы себе что-то надумываем, что мы получим этот результат за месяц, мы подключим монетизацию, мы будем зарабатывать, мы купим себе квартиру, машину, выплатим ипотеку, кредиты, но такого не бывает в реальной жизни, да, у всего есть какой-то период, когда развивается проект, на ютубе вот так в среднем я уже вам сказал. Надеюсь, никто не уснул, да, пока я вам рассказывал свою жизнь, свой личный опыт, какие-то моменты, да, конечно же за 10 минут я не расскажу вам всё, что происходило и что меня двигало, но если давайте наберём 1000 лайков, я могу записать часовой видео, расскажу, покажу. Вообще есть идея, да, записать более детальное и подробное видео, как я развивался, что происходило. Я думаю, мало кому будет, конечно, это интересно, но я сделаю это для себя, потому что лет через 10, 15, 20 я хочу открыть этот ролик на ютуб канале и посмотреть на себя 20-летней давности, да, это будет интересно. Давайте сейчас перейдём к доходам, всё, посмотрим. Давайте я покажу сначала, сколько мне удалось заработать на своём втором канале фрилансер, который у меня был изначально как запасной, он у меня существует уже 3 года, но активно я только последние 3 месяца начал размещать здесь ролик и подключил недавно, недавно монетизацию. Заходим в аналитика, дальше расчётный доход и давайте за всё время сделаем, здесь монетизация у меня подключена вот в октябре, да, буквально, за это время удалось заработать 240 долларов. Ну, на дороге они не валяются, это тоже очень приятно, согласитесь, за то дело, которое вы делаете. Самое главное понимать, что это же пропорционально вашим просмотрам, чем больше у вас будет просмотров, тем больше вы будете зарабатывать. Дальше давайте перейдём на основной канал, здесь тоже творческая студия, аналитика, и за последние 28 дней, ну вот от 1 по 28 января, удалось заработать 1516 долларов, давайте посмотрим, в рублях это 1115 тысяч рублей, да. Конечно, вычитаем комиссии за вывод, за налоги, я как ИП получаю официально доход, плачу с этого налоги, комиссию партнёрки, и в итоге получается там около 100 тысяч рублей, да, доход. Но я к этому шёл, на самом деле, 6 лет. То есть вы представляете, какая работа была проведена, чтобы получать эти деньги. Я ещё, кстати, не сказал, что на Ютубе вы не постоянно, да, будете зарабатывать там вот определённую сумму денег, потому что это не начальник, который платит вам за вашу деятельность. Здесь, конечно, всё зависит от ваших просмотров. Если сегодня просмотров нет, то вы ничего не получаете. Это риски. И вот эта сумма, да, которую я получаю вот за последние 28 дней, в декабре она была меньше, в ноябре она была ещё меньше, в несколько раз. То есть эти периоды, они реально, вы можете сегодня заработать 100 тысяч рублей, в следующем месяце вы можете заработать 5000 рублей. Но есть понимание уже, как работать, я об этом рассказываю на своём канале. Я рассказываю о своей онлайн-школе. Записал недавно курс, там 60 пошаговых уроков, как работать на Ютубе. Если кому интересно, все ссылки будут в описании. Приходите, вместе будем развиваться, да. И самое главное, есть доступ в личный кабинет онлайн-школы, где я постоянно отвечаю на вопросы учеников. Вот смотрите, онлайн-школа, вот есть два вопроса. Я каждое утро, каждый вечер проверяю лички. Сегодня утром ещё не проверял, да, сейчас сразу захватил видео. А потом, сейчас я закончу, и, конечно же, пообщаюсь со своими учениками. Ну, основные мысли я вам свои рассказал, да. И можете в комментариях написать свою историю. Очень интересно будет, конечно же, почитать. Если вам был полезен данный ролик, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. До новых встреч. С вами был Стас Быков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.